Ваши комментарии в прошедшую ночь? Комментарии ничего. Хорошая игра. Сторона обеих команд. Были получше. Моментов больше создали, когда были. Проблемы у нас на стандартах. Прежде всего, с игрой я думаю, что не очень помню. Особо проблем не возникло. Поэтому поздравили всех. Ребят, болельщиков. Вообще, клуб в целом. С хорошей игрой. С хорошим настроем. Сложнее было здесь настроить ребят на эту игру, чем на игру трехнедельной давности. То есть, то ино все равно в голове сидел. Ну и то, что в сборной многие были. Хотя в этот раз не так, как перед матчем с Рубином. Всего двое. Всего двое были. Прииграли после 15-го числа. Демагиди и Меники. Поэтому все остальные уже были со вторым инженерам. Поэтому сложности было поменьше. Ну и все, ребят, поздравили. Буду весело. И поблагодарить за такой игру. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, вот. Вообще, был ли случай в истории с Матагашев один игрок забивал одной и той же команде подряд пять мячей? Вообще, это, наверное, какой-то театр одного актера получился. Это ко мне вопрос. Да. Да, это лучше к вам вопрос. Вы там статистики видите. В Испании не было. В Испании. Сейчас на гарантию. Пожалуйста. Валерий Георгиевич, вот с учетом того, что накануне лидеры чемпионата «Зенита» ЦСКА очки потерялись, «Спартак» сегодня приобрел и, соответственно, отрыв этот сокращается. Оцените шансы «Спартака» в третьем круге по итогам сезонных занятий вместо первого или второго процентного отношения на вашей талии. Спасибо. 500 процентных шансов. Жизо за вопрос. Все танцы, все едины за три очка отрыва, по-моему, от ЦСКА, шесть от «Зенита». Для этого у нас 13 очков отрыва от ЦСКА, допустим, сейчас три осталось. Тем более сейчас все игры за шесть очков, и, как мы видим, уже по этим матчей «Зенита» и «ССКА» и «Динамо» того же легко не будет, не там «Динамо» тоже. Все будет зависеть от нас, естественно, и от соперников, тем более играть еще «Зенита» два раза из «ССКА», так все может произойти. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Очень верно. Есть. Великая команда. Честность. Я вас слышу. Советский спорт внутри города. Валерий Георгиевич, болельщики сегодня, как и на последних матчах, очень много внимания уделяли РФС и Сергею Курсенко, как в голосовой форме, так и в форме баннеров. Как вы относитесь к этому проявлению агрессии? Можете встретиться с лидерами фанатских движений и попросить, чтобы они не оскорбляли уважаемых лиц? Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. Если вопросов больше нет, то до встречи.